Друзья, всем привет! С вами TeslaCars.by и на очереди у нас еще один ресурсный тест Как и обещали и как вы просили, Volkswagen ID.3, который побывал в наших руках примерно Задержался у нас на 3-4 месяца, наездили мы на нем почти 20 тысяч километров И нам есть что рассказать Забегая вперед, скажем, что, конечно, таких сюрпризов, как Porsche Taycan, он не преподносил Но кое-что интересное тоже было. Поехали! ID.3 поучаствовал во многих наших тестах, экспериментах Мы на нем ездили на дальняк, мы пробовали его на запас хода Причем сделали это зимой, минус 14 градусов И сюжет об этом есть на нашем канале Кратенько расскажу, что в феврале, в минус 14 градусов, при движении со скоростью от городских до 120-130 по МКАД 2 ID.3 смог проехать на полном заряде Вообще не экономя электроэнергию, с включенной печкой, музыкой и тремя людьми в салоне Ровно 300 километров Но мог бы проехать еще немножко, уже на нулевом остатке батареи, на резерве Что такое 550 обещанных километров запаса хода у Volkswagen ID.3 в реальной жизни? Вот смотрите, мы зарядились до 99%, скоро будет 100%, и при этом запас хода показывает 420 километров В реальности это еще меньше, потому что 420 километров, это если ехать вот от 99, от 100% и до нуля Но, опять же, ездите вы всегда, оставляя запас хода еще небольшой, там процентов 10-15 в батарее Ну и выгоднее всего, быстрее всего заряжаться до 80% Поэтому считаем, сколько у нас остается Полная батарея 77 Заряжаемся мы до 80%, это где-то 60 киловатт в час И выезжаем из них, ну пускай, ладно, 50 То есть реальный запас хода, такой, которым вы будете постоянно пользоваться Примерно 300 километров Честно говоря, сзади я проводил не так много времени, Volkswagen ID.3 Но, тем не менее, отмечу, что сидеть здесь удобно Поначалу так кажется, удобно Но однажды я ехал сзади 250 километров И, честно говоря, ноги у меня начали конкретно затекать То есть, вроде бы геометрия посадки хорошая И подушка кресла заднего дивана приподнята Так, и поддерживает бедра Но все равно через километров 150 я начал ерзать Через 200 у меня уже начали затекать ноги Вот уже на подъезде к Минску уже прям конкретно болели колени Ну, может, это особенности моего организма и моих ног Но, думаю, что людям с ростом немножко меньше Таким средним, 175-180, будет отлично Ну и, честно говоря, отсутствие третьего места посередине Как-то ни разу не заставило расстроиться Вот Ребенка сюда, в принципе, можно аккуратненько посадить Но, конечно, он не будет пристегнут ремнем безопасности при этом Ну и радует отсутствие центрального тоннеля Все-таки электромобиль обязывает к тому, что пол должен быть ровный Пару раз нам задавали такой вопрос, те, кто смотрел машину А что, электроприводы двери? Нет? Нет, ребята Нет, это гольф-класс Ни в одном гольф-классе я не видел электропривода двери багажника Но зато здесь есть лючок для длинномеров Он открывается прямо из багажника Пару раз я, кстати, возил здесь какие-то штапики со строительного рынка Было-было такое Есть подполье небольшое Там бардак, как обычно Ну, потому что его не видно, поэтому можно там оставлять бардак Вот, к сожалению, вот такая стандартная, можно сказать, пластиковая бутылка В подполье не влазит То есть не закрывается плотно теперь крышка Все время скачет Поэтому приходится ее возить где-то снаружи Вот, ну а по объему, да, мы ездили всей семьей на отдых в усадьбу Богинское озеро Сюжет об этом вы тоже можете посмотреть у нас на канале И как-то на объем багажника мы не пожаловались Все влезло, дети влезли Ну, правда, у нас не было колясок и велосипедов Тем не менее, объемные сумки Все, что необходимо четверым людям Двоим взрослым и двоим детям Все в багажник влезло без проблем Ну, а теперь о главном Как вы помните, Porsche Taycan не порадовал своей какой-то абсолютно немецкой надежностью А что же Volkswagen ID.3 за практически тот же пробег и в гораздо меньший срок Да, то есть эксплуатация, можно сказать, была более интенсивной Ну, так вот За 20 тысяч километров с Volkswagen ID.3 не произошло вообще ничего Ладно, все-таки одна поломка у нас была Буквально на десятой тысяче застучало что-то в передней подвеске Нам стало интересно, что это Мы съездили на СТО Посмотрели Оказалось, это всего лишь Пробег 192 километра? Или это запас хода? Нет, это запас хода Пробег 18800 Такой небольшой пробег и стойка Да, 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 да Она на десятой тысяче застучала Тут такой выбор от руля Большой угол Угол разворота хороший Вообще просто она выкручивается на месте Я просто загоняю всегда в постоянности до машины Я рулю выворачиваю, все, до упора Тут еще ничего выворачивается Что там? Я говорю, у нас... Лидишь или заработка? Я говорю, если где-то поехать и ковырнуть ей это днище То уже капец ей будет Не, я вот это Где батарея стоит, аккумулятор Не, ну там толстенный алюминий такой Алюминий-то еще не самый прочный батарея Я говорю, если куда-то Да, город если Вот я и это Ну мало ли что там вот такая Выскошки Капец Капец Субтитры сделал DimaTorzok Все свое Все свое, да Вообще не так А неправильно На фотоциде приводная Да, да Что, ничего похожего нет на... Ну, нет, рычаги абсолютно другие Все свое Причем рычаги, если у нас, допустим, вот эти... Они сюда идут, да? Рычаг Здесь вот На бород Скорее В чем поворотный кулак Передний сделан так, что, наверное, есть, наверное, полноприводные? Нет, этих полноприводных... А! Вообще на этой платформе есть полноприводные, да Ну, у нас, скорее всего, что есть, потому что... Айди-4, вот следующая Она на этой же платформе сделана, но уже полноприводная Ну, видимо, они предусмотрены Как у стабилизатора какая-то... Хотя нет, она тоже... Я зажала Ручник зажала Угу Ну, тоже какая-то своя тяга стабилизатора Да? Она, вот видишь... Да... Вроде сказали, там, ну, от 7-го гольфа должна подходить Ну, вряд ли Она получается перевернута Она свернута под 45 градусов А-а-а-а Вот, если посмотреть, вот, получается, один... Вот сюда вот один, получается, идет, да? Показывает, да Вот сюда А верхний смещен... Это, наверное, вот так Ну, конечно, неприятно, что стойка стабилизатора застучала на 10-й тысяче Но, тем не менее, нам сказали, что ее можно купить либо под заказ Либо попробовать подобрать, например, от Volkswagen Golf 7 Обещали, что подойдет Стоимость, ну, можете прикинуть сами Обычная стойка стабилизатора для Volkswagen Golf Ну, а что касается электроники То тут, несмотря на такую легкую недоработку мультимедийной системы Ну, опять же, это больше связано с такими эргономическими, можно сказать, просчетами То, вот на моей памяти, сколько мы проездили на этой машине Не было ни единого, ни малейшего просто глюка никакой электроники То есть, все работало всегда идеально Все нажималось, все крутилось, все светилось Даже массаж сидений работал всегда, хотя пользовались мы им крайне редко Исключительно в экспериментальных целях Поэтому, ну, к надежности претензий нет вообще Честно говоря, мы очень удивились Если перефразировать одного советского руководителя Эргономика должна быть эргономной И вот Volkswagen все-таки следует своим давним традициям Вот именно в плане эргономики Садишься за руль и все так, словно ты всю жизнь за рулем этого автомобиля ездил Классные кресла Они, правда, опциональные С выдвижной поддержкой для бедер И с массажем Который мы, кстати, практически никогда и не пользовались Но он немножко мнет спину Ничего особенного нет Очень большие диапазоны регулировок Руля по вылету, по углу наклона Ну и вот если отодвинуться полностью назад Электропривод, конечно же То есть вот мои ноги практически, не практически А бедра лежат на подушке кресла Посадка идеально удобная Ну ладно, не идеально Можно было чуть-чуть еще руль на себя Но обычно так никто не ездит То есть я придвигаюсь чуть-чуть поближе Что здесь еще есть? Беспроводная зарядка Ей тоже удобно пользоваться Телефон не мешает Потому что лежит в такой узкой щели Закрывается бардачок Как не бардачок, а емкость Между передними креслами Там есть такая вот перегородочка Которую можно переставлять И менять полезный объем Зарядка здесь USB Type-C И кстати, когда автомобиль был на выставке У меня переходничок на обычную USB Просто свистнули из машины Какие-то не в меру ретивые посетители Было очень обидно Но тем не менее Приходится или покупать новый шнурок Или возить с собой переходничок Ну да ладно Про всякие удобства и прочее В общем-то все мы это обсуждали В нашем первом обзорном ролике Volkswagen ID.3 Поэтому, наверное, все-таки лучше Рассказать о вещах Которые нам открылись После 20 тысяч километров пробега Никаких потертостей Вот на коже На креслах Еще где-то Не обнаружено Мусор, да, скопился Вот этот рояльный пластик Такой блестящий Лакированный Ну вот, чуть-чуть здесь поцарапалось Бросали здесь телефоны Ключи Что-то еще Поэтому Появились мелкие-мелкие царапинки Ну и постоянно приходится Вот отсюда стирать Пыль Честно говоря Надоедает Но, пожалуй, кроме того Что появились мелкие царапины На вот этом рояльном пластике Больше у нас никаких претензий И не нашлось Вся фурнитура работает отлично Ничего не залипает Не заедает Не болтается Не шатается Все отлично Динамика Volkswagen ID.3 Конечно, не взрывает мозг Почти 8 секунд до сотни Если точнее 7,8 Но, в принципе, это же не такой уж и плохой результат Хватало Динамики везде Всегда В городе На обгонах Как-то вопросов К недостатку Тяги не возникало никогда А вот какой эффект Дает движение по кольцевой дороге За грузовиком Со скоростью примерно 60, 50, 70 км в час Расход 13,5 То есть это даже Ниже, чем Прописанные в заводские данные Но, что гораздо больше Понравилось Вот за все эти 20 тысяч Это то, как работает И как настроена подвеска Несмотря на 19-дюймовые Низкопрофильные шины Все равно Любые ямки Стыки Какие-то заплатки Люки Трамвайные пути Все это проезжается Ну, если не идеально То близко к этому И в отличие от большинства Ваговских моделей Здесь нет Типичной для них болезни Бухания подвески на отбой То есть Соскакиваешь с лежащего полицейского И подвеска отрабатывает это просто на ура А не так, как Ну, в условном каком-нибудь гольфе Или пассате Когда ты соскакиваешь с полицейского И раздается такой громкий и резкий удар А что же у нас с расходом электроэнергии За все это время Парочку раз я сбрасывал Пытаясь ездить в экономичном режиме И, кстати, помню, что Максимальной экономичности я достиг в городе Когда не было особых пробок Но при этом останавливаешься на светофорах где-то И за счет рекуперации Добираешь затраченную энергию Так вот, получалось у меня Если делать вид, что никуда не торопишься То в Volkswagen ID.3 можно добиться вот такого расхода электроэнергии 12,8 кВт час на сотню Если ехать с таким расходом все время То это получается даже больше 550 км на 77 кВт батареи Но при моей манере езды В среднем выходило где-то 16 Вот на маршруте с работы Домой большая часть маршрута по кольцевой причем пролегает А средний расход за длительный период Здесь он у нас получился 8000 км От последнего сброса Ой Здесь у нас от последнего сброса Получился пробег 8246 км И средний расход 17,8 кВт часов на 100 км В денежном эквиваленте это получается где-то Давайте посчитаем Если 1 кВт на маланке стоит 40 рублей А заряжался я все это время на маланке Причем в основном на быстрых зарядках На медленных крайне редко Которые чуть-чуть дешевле Сейчас мы достанем калькулятор И быстренько скажем сколько же это получается В итоге если посчитать на калькуляторе То получается 7 рублей 12 копеек на 100 км Соответственно если перевести это в топливо традиционное То расход выходит около 3,5 литров Даже чуть-чуть меньше Я думаю что вы мало найдете автомобили из ДВС Которые расходуют 3,5 литра на сотню И при этом разгоняются до сотни за 7,8 секунды А знаете в чем прелесть движения на электромобиле В утренних пробках тягучих? В том что расход электроэнергии Не только не увеличивается А может даже и уменьшаться У нас хоть и был зимний тест Volkswagen ID.3 Но проверяли мы там запас хода И об этом вы можете посмотреть сюжет на нашем канале Но даже удалось немножко сделать на нем бездорожье Несмотря на задний привод То есть зимой не получилось испытать в полной мере Как работает система стабилизации Вот на скользком покрытии А вот летом мы покатались по раскисшей грунтовке И впечатления оказались очень даже положительными Надеюсь что мы здесь как-то проскочим Ура мы сделали это Спуститься было легко Вот подняться честно говоря я переживал Что будем скользить в глине Но нормально все ID.3 почти кроссовер заднеприводный Причем ID.3 легко справляется на своем заднем приводе Даже с диагональным вывешиванием Одно колесо подтормаживается и машина спокойно едет Пожалуй из таких претензий которые у нас появились За время пользования автомобилем Ну ладно У меня за время пользования автомобилем Это мультимедийная система Экран здесь 10,5 дюймов К этому у нас вопросов нет Ладно все окей Но само удобство пользования вот этими функциями Не очень понравилось То есть в итоге вот сенсорные полосочки для изменения температуры И громкости оказались не очень удобными Кнопки на рулевом колесе совмещают в себе и физические клавиши и сенсорные То есть можно просто ими касаться А можно их нажимать И это будет похоже на вот эту кнопку у 7-8 айфонов С обратной связью Которая дает такой вот отклик вибрации Потом что еще Немножко замороченное меню мультимедийки То есть они попытались немцы Сделать его похожим на управление мобильным телефоном Но получилось это не очень Для того чтобы добраться в некоторые пункты меню Нужно очень много лазить Ну и к тому же сама по себе Она подтормаживает немножко При вот таком листании меню Ну и вот в настройках автомобиля например Какие-то зарядки Автомобиль, состояние, данные То есть мне кажется было бы лучше и удобнее сделать это одним каким-то списком Таким вот заходишь в автомобиль И перед тобой сразу все пункты этого меню Чем лазить тут непонятно куда Плюс подогрев сидений тоже включается Исключительно с экрана Напрямую можно изменить только температуру То есть даже интенсивность работы вентилятора Изменить нужно лазить уже в настройки климат-контроля Нажимая отдельную клавишу Многие спрашивают А сколько электромобиль расходует энергии Когда включен например кондиционер Зимой понятно что печка расходует много А летом если включать конди Вот смотрите В статичном состоянии Расход 0,3 кВт часа 0,3-0,2 Теперь включаем кондиционер И смотрим 0,6 0,6 То есть включение кондиционера 0,7 И постепенно доходит до максимума 1,3 кВт часа Отдельно клавишей включаются ассистенты IQ Drive Почему это не в настройках автомобиля я не знаю То есть здесь есть отдельная клавиша ассистентов Что у нас здесь есть вообще Ограничитель скорости Ассистент движения по полосе Адаптивный круиз контроль Ассистент смены полосы Ассистент распознавания дорожных знаков Система распознавания усталости Эко-ассистент Контроль дистанции спереди И ассистент Emergency Assist Кстати, ассистент смены полосы означает лишь то, что работает система предупреждения о том, что в мертвой зоне находятся автомобили Никаким образом менять полосу ID3 не помогает А вот смотрите, какую интересную особенность я обнаружил у Volkswagen ID3 Вот еду за грузовиком В режиме D То есть без рекуперации при сбросе газа И у меня выключен адаптивный круиз контроль Вот я его нагоняю Вижу, что препятствие Сбрасываю газ Опа Автомобиль включает рекуперацию То есть тормозит перед препятствием А если вот то же самое сделать Просто без грузовика Сбросить газ То просто идет накатом Причем изменить можно в настройках ассистента смены полосы Просто яркость мигания вот этого вот светодиодного сигнала в зеркале заднего вида Ну и еще можно включить вибрацию руля То есть если вы несанкционированно пересекаете разметку То есть без включения поворотника То будет срабатывать виброотклик в рулевом колесе Адаптивный круиз контроль умеет прогнозировать профиль дороги Прогнозировать хвост пробки И прогнозировать допустимую скорость Вот какой он умный Пока тянешься в пробке на новом Volkswagen ID.4 Есть время побаловаться с адаптивным круиз контролем Но мне кажется, что дистанция, которую он держит до впереди идущего автомобиля Это, кстати, минимальная, которая выставлена в настройках круиз контроля Так вот кажется, что она великовата для белорусских дорог Сюда может встроиться как минимум два, а то и три особо наглых автомобиля За 20 тысяч километров пробега мы немало всяких штук вытворяли с нашим Volkswagen ID.3 И сначала поучаствовали в драгрейсинге И посоревновались с очень похожим по мощности Chevrolet Bolt И очень, кстати, популярным электрокаром в последнее время в Беларуси Что же из этого вышло? Вот он мой соперник и конкурент Пока единственный электрически схожий по лошадиным силам Но тест-драйв этого автомобиля вы уже видели в сравнении с ID.3 Так как оператора нет, придется справляться самому Я включил спорт режим Правда, как мы выяснили, он особо ни на что не влияет Но попробуем Асфальт мокрый Я не знаю, как здесь отключается противобуксовочная система По-моему, вообще не отключается Поэтому, ну, поедем так, как есть И попробую схитрить и поехать с двух педалей То есть удерживать тормоз Нажимать чуть-чуть газ И потом бросить тормоз Фу, заезд прошел быстро На мокром асфальте чуть-чуть буксовали задние колеса все-таки Но такое ощущение, что антипробуксовка очень хорошо работает То есть буквально несколько оборотов И потом вперед-вперед Ну, конечно, 7.8 до сотки Это не бог весть какой результат Но до своих 165 максимальных мы на отрезке разогнались Ну и обогнали болт Он слишком долго шлифовал на старте, кстати После нашего драгрейсинга Расход энергии вырос до 24 киловатт Час на 100 километров В принципе, не так и много По сравнению с тем, как если бы вы ехали на какой-нибудь бензиновой машине В режиме драгрейсинга Вообще, конечно, Volkswagen ID.3 Это такой типично городской электромобиль И вот к чему я настолько привык за 20 тысяч И до сих пор никак не могу отвыкнуть Когда сажусь на какой-то другой автомобиль Это его феноменально маленький радиус разворота То есть машина крутится действительно Буквально на одном месте И настолько к этому привыкаешь Что потом, когда садишься в другой автомобиль Ну, может, боже мой Как можно по такому огромному радиусу вообще разворачиваться И как можно маневрировать в городе На ID.3 буквально на любой улочке Самой узкой можно развернуться в один прием Ну, максимум в полтора И даже разворачиваешься там Где кажется, ну, невозможно развернуться Не получится Нет, ID разворачивается Ну что ж, друзья Можем честно признаться, что 20 тысяч километров, проведенные за рулем Volkswagen ID.3 Не то чтобы оставили неизгладимое впечатление Но были очень приятными Очень полезными Очень интересными Все-таки Volkswagen удалось сделать действительно Интересный электромобиль Но признаемся честно, что Наверное Цена его для большинства белорусов Оказалась высоковатой Пожалуй, это единственная причина По которой ID.3 вряд ли станет народным автомобилем Хотя, с другой стороны Через годика 2-3 Когда появятся недорогие Поддержанные варианты Я думаю, что Белорусские любители Электромобилей Заинтересуются А у нас все Пока До свидания Мы прощаемся С Volkswagen ID.3 Впереди нас ждут Много Других тестов Телефон забыл Пока Подписывайтесь на канал Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...